В Ульяновске заработала зимняя академия. В дни зимних каникул в детских школах искусства организованы бесплатные уроки по вокалу, музыке, танцам, изобразительному и актерскому искусству. За творческим поиском наблюдала наша съемочная группа. Так, все все помнят? Они помнят то, что изучили совсем недавно. Неуверенными пальцами перебирают гитарные струны и ломают голову над тем, как заставить инструмент слушаться. Что такое октава, звукоряд и ритм, новички узнали совсем недавно. Но есть и те, кто основы нотной грамоты знает уже давно. Ну, я играю еще на одном инструменте. Я решила что-то попробовать новое. Одни приходят сюда, чтобы найти себя в музыке, другие научиться о замрисунка, живописи и скульптуры. Или просто побыть с семьей и заодно попробовать себя в декоративно-прикладном искусстве. В детстве я мечтала сама ходить, но как-то не получилось, не сложилось. Так что не получилось ходить в музыкальную школу, и поэтому хочу, чтобы мои детки ходили заниматься сюда. Проект «Зимняя академия» стартовал семь лет назад. Для всех школьников и их родителей занятия проводятся во всех районах города. Сейчас в Варламовской дыше и многолюдно, как и в дни учебы. Здесь дети осваивают новые направления и показывают силу своего таланта. Да все одаренные у нас дети. Все одаренные. Просто их надо раскрыть вовремя и направить в то направление. Во время зимних каникул местные дети вместо компьютерных игр выбирают игры активные. Между занятиями в спортивных секциях и катанием с ледяных горок они развивают творческое мышление и формируют любовь к искусству. Сначала индивидуально немножко обучали их, как чего держать, ручки, ножки, как вести смычок. Я смычку обучала их. А теперь готовимся к заключительным концертам. Своеобразный отчетный концерт состоится 8 января. На нем школьники покажут, чему научились за этот короткий период. После зимних каникул они вновь вернутся в общеобразовательные школы. Но и в школе искусств их останется много. Около 70% вчерашних новичков надолго посвятят себя творчеству. Васа Рассадина, Павел Игнатьев, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск.